Сложные долги, когда кредитор уже отчаялся получить деньги, отправляются в коллекторские агентства. Отношение к ним в обществе негативное. В Управлении Федеральной службы судебных приставов прошла информационная встреча сотрудников ведомства, коллекторов и журналистов. Задача напомнить гражданам, как работает 230-й федеральный закон. В прошлом году в Управлении поступило 66 обращений от жителей касаемо действий юрлиц по возврату просроченной задолженности. Две жалобы были признаны обоснованными. В настоящее время в Управление поступило за 2019 год 16 обращений граждан. Три из них признаны обоснованным. В отношении одного обращения инициировано проведение административного расследования, поскольку требуется собрать дополнительные доказательства. В отношении одного обращения направлено уведомление о дате времени составления административного протокола и еще по одному обращению направлено уведомление в адрес юридического лица о начале административного расследования. Соответственно, при получении уведомления в случае неявки в указанную дату будет инициировано административное расследование. На действия организации, которые присутствовали на данной встрече, жалоб от граждан не поступало. Все они, можно сказать, образцовые, имеют лицензию. Одни выкупают долги, другие работают за процент. Отношения коллектора и должника четко определены 230-м федеральным законом. Не более 8 звонков и 16 смс в месяц, не более одной личной встречи в неделю. Служба судебных приставов напоминает вам, что в случае возникновения нарушения ваших прав, а именно поступление телефонных и текстов и голосовых сообщений. Как было ранее озвучено, не более 4 раз в неделю и не более 2 раз в сутки. Это поступление смс-сообщений и голосовых сообщений, телефонных звонков не более 1 раза в сутки и не более 4 раз в неделю. Если данные нарушения имеют место быть, вы можете незамедлительно обратиться в службу судебных приставов по адресу город Иваново, Багаева, 27, либо по телефону 482-650. Коллекторы жалуются, что должники меняют номер телефона. Зачастую в распоряжении агентств номера родственников или поручителей. Им звонить можно, чтобы прояснить ситуацию. Если это родственник, то мы в любом случае должны с ним общаться, чтобы установить контакт с должником. Но если выясняется, что этот человек не имеет к нашему должнику никакого отношения, то данный телефон мы исключаем из обзвона. А информировать о наличии задолженности тем или иным способом мы можем и должны. Кредитор должен представиться, сказать, чей интерес он представляет и, конечно, не быть слишком назойливым. Все негативные разговоры, если в них присутствуют угрозы или оскорбления, лучше записывать, чтобы потом на руках было доказательство. Родственники должника имеют право обратиться в коллекторское бюро и написать заявление об отказе во взаимодействии. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.